Шаббат шалом Мы благодарим Тебя за милость, которую Ты обновляешь к нам каждое утро Мы благодарим Тебя, Иисхуа, за то, что Ты пришел на эту землю, родился от Девы для того, чтобы совершить путь, показать нам пример жизни, праведной жизни, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты умер на кресте Голгофа, искупив нас от наших грехов Мы благодарим Тебя за то, что мы прощены в Тебе Мы благодарим Тебя за то, что Ты живой, Ты Слово живое, сошедшее с небес, облегшееся воплоть. Мы благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты живая Тора, и посредством своего руха Ты открываешь нам глубины истины своей и пишешь эту истину на скрижалях наших сердец. Мы хотим воздать Тебе славу, хвалу, честь и величие во имя Ишуа Мессии. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. На этой неделе мы продолжаем изучение первой книги Торы, книги Берешит и изучаем главу, которая называется Ваешеф. Дословный перевод это значит и поселился. Изучаем мы с 37 главы первого стиха по 40 главу полностью. У нас получилось такие четыре полные, хорошие, красивые главы. И написаны они в простой такой пофессовательной форме. Я думаю, эту историю вы все очень хорошо знаете. Историю Иосифа мы знаем. И знакома она нам еще с раннего возраста, особенно нашим детям. Мой сын Тимофей, например, прекрасно ее пересказывает. Как братья продали Иосифа в рабство и так далее. Поэтому рассказывать содержание вам я ее не буду. Мы можем, мы ее все знаем. И приступая к изучению нашей главы, сразу становится понятно, что история повествует нам о Иосифе. Иосиф главное действующее лицо в нашей истории. Но, кто такой Иосиф? Иосиф сын Якова, сын от любимой жены Якова Рахели. И такой вот интересный персонаж, хорошо известный. Но сегодня все-таки я хочу говорить не о самом, не о истории Иосифа. Сегодня я хочу поднять такую тему, тема преемственности. Вы знаете, преемственность в нашем контексте, это связь между поколениями. И когда между поколениями происходит передача ценностей и религиозных традиций, которые, в свою очередь, они и формируют жизнь последующих поколений. И для нас с вами, верующих людей, это очень актуальный вопрос. И я думаю, что все мы с вами очень хотим, чтобы наши дети, они последовали нашим путем. Чтобы они служили Богу, чтобы они любили Бога, чтобы они славили Его имя и были успешнее нас. И мы, я думаю, в наших семьях прилагаем старания, воспитывая наших детей, учая их заповедям и учая их Божьему плану, который открывается в Священном Писании. И если мы вспомним, то вообще наше знакомство со Священным Писанием, оно вот вначале показывает некую преемственность, которая присутствует. С первой страницы Библии мы об этом читаем и помним прекрасную историю грехопадения, в следствии чего человечество унаследовало греховность. Мы помним, как этот грех, он просто очень быстро развивается, входит в жизнь человека. И мы знаем, для нас это не секрет, мы изучаем, я думаю, все Тору, и знаем, как Бог открывает нам свой план. План спасения. Для этого, для исполнения этого плана, для начала реализации этого плана, он избирает одного человека. Избирает Авраама, чтобы произвести от него свой великий Божий народ. И он хочет как раз формировать народ, в котором ценностями будут как раз исполнение его воли, исполнение его божественного плана, отношения с Богом. И мы хорошо знаем, что впоследствии, забегая немножко вперед, но для нас это не секрет, что Бог от Авраама, Ицхака и Якова произвел великий народ таки, народ Израиля, и вступил с ними, он был, конечно, с Авраамом, Ицхаком и Яковом в заветных отношениях, но он вступает в заветные отношения с народом. С народом и формирует как раз в нем ценности, чтобы народ поступал по его заповедям и по его принципам. И если мы посмотрим историю нашего народа, то мы как раз увидим, что вот это вот понятие преемственности, оно очень было развито, и Бог, он всячески в своем бессловии, в священном писании, он об этом упоминает. И если мы вспомним молитву Шма, ее, скажем так, первую часть, когда мы знакомимся с ней в книге Второзаконие, это символ веры нашего народа, то мы читаем там следующие вещи. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един и есть». И вот это вот первая часть молитвы Шма, и дальше написано следующее. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими, и добудут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твое, иди дорогой, ложась и вставая». И наша ответственность, как родители, какая? Наша ответственность – научить. Научить детей заповедям, научить детей исполнять Божью волю, показать своим примером, как это делать. Не только учить, а жить другой жизнью, а показать своим личным примером, как это возможно делать. Пример в жизни верующих людей – это очень важно. Вы знаете, что даже психологи, они говорят, что дети делают не то, чему учат, а то, что они видят. Поэтому мы как раз и должны показать нашим детям пример. Но ответственность детей – последовать, сделать правильный выбор. И в определенный момент человеку этот выбор надо сделать. Куда идти? Следовать ему за Богом, исполняя его волю, участвуя в Божьем плане, или свернуть на другой путь? Путь – это путь своеволия. И этот выбор делается как раз на основании ценностей, вложенных в ценности. Вот если для человека ценен Бог и отношение с Богом, то он сделает правильный выбор. Если нет, то выбор будет в обратную сторону. И часто люди, которые имеют как раз неправильные ценности, они получают эти неправильные ценности, они с Божьего пути как раз и сворачивают. Но давайте все-таки вернемся к нашей главе, поговорим о нашей главе. Ее начало меня очень интересовало. Меня заинтересовал ее первый стих. Вот я начал читать, и первый стих, вот он как-то выделился во всей этой истории. И если мы посмотрим контекст вот этого первого стиха, который мы читаем в нашей недельной главе, то мы увидим, что заканчивается предыдущая глава как раз описанием Исава, брата Якова. Исав, как мы видим, он не жил в земле странствования своего отца. Он жил отдельно и не ходил путем своего отца. И вот в этих двух братьях мы видим два образа. Для нас это хорошо известно, мы читаем об этом, знаем многое, что эти два брата два образа. Исав – это прообраз человека, живущего плотской жизнью, живущий по плоти, человек, который за одну снедь продал свое первородство, для него это не было какой-то ценностью. И Яков же прообраз человека, который жил по духу. Он хоть и был несовершенный, но мы видим его формирование, его характера и стремление в исполнении Божьей воли. И на основании наших уже с вами полученных знаний об этих двух персонажах мы можем сделать, подвести такой итог. Вот на данный момент подвести итог их жизни, оставляя во внимании прообразы этих двух людей интересных. И давайте посмотрим. Яков – человек, который жил по духу и шел путем отца своего в рамо, Ицхака, и старался исполнять Божью волю. На этот период он был достаточно таки состоятельным человеком. Мы читаем о том, что он был состоятельным человеком. Но во владении земельных владений у него на этот период не было практически. У него была во владениях одна пещера, купленная в раму для погребения, которое он приобрел. И часть поля, часть поля, которое он купил у жителей Сихема. И если мы немножко забежим вперед, то мы знаем, что по сути Яков, он и не увидел земли. Он ее не получил. И если посмотреть на эту ситуацию человеческими глазами, то кажется, вроде есть какой-то успех. Он состоятельный, у него большие стада, все. Но самого главного земли владений нет. Если мы посмотрим на его брата Исава, то человек, прообраз человека, живущего по плоти, то мы уже видим, что он имел довольно-таки серьезные владения. И земельные владения. И последний стих предыдущей главы, он такой пограничный стих, очень интересно показывающий вот этот вот контраст. Вот старейшины Идумейские, по их селениям в земле обладание их. Вот Исав, отец Идумеев. Наша глава, это следующий стих, она начинается. Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Хана, Ханаанской. И мы видим разницу. Тот обладает землей, Яков странствует по земле. И с родословием братьям тоже очень интересно. У Исава, перечисляя его родословия, показаны старейшины родов и цари. Отделившись от Якова, мы видим, что Исав, по сути, он не имеет каких-то особенных проблем. Он не ведет никаких войн. У него, ну, никаких таких событий не написано. Он не попадает в рабство, ничего. Наоборот, среди будущего поколения Исава, мы видим старейшин. Мы видим царей. И это говорит то, что у Исава были княжества и царства в его роду. В то время как Израиль еще близко дальше не обладал землей никакой. Ну, цари у Израиля начали быть через столетия, скажем. Смотрите, и на первый взгляд может показаться, что род Исава, человека, который отделил как раз себя от своего отца, он отделил себя от Божьего обетования, от исполнения Божьего предназначения, Божьей воли, у него как бы все хорошо. Все очень даже удобно. И вроде человек, живущий по плоти, но развивается, развитие видимое у него идет гораздо быстрее, чем в роду Якова. И наша история показывает, что плотское, оно часто развивается само собой. Оно развивается само собой, а для духовного нужно приложить усилия. Для того, чтобы исполнять Божью волю, для того, чтобы двигаться в Божьей воле, надо исполнять усилия, надо проходить трудности, проходить какие-то испытания. И мы можем это видеть часто. Люди в миру, они, видимо, бывают довольно-таки успешны. Успешнее христиан. Ну, это бывает. Но важно не это. Смотрите, в родословии Якова как раз вот это вот и подтверждает. Оно раскрывает в нашей главе историю очень таких непростых взаимоотношений в семье. Мы видим эти взаимоотношения, которые впоследствии выливаются в продажи братьями Иосифа, в рабство. И почему я говорю, что это история родословия? Потому что если мы посмотрим второй стих нашей главы, в оригинале там немножко другой перевод. И написано, вот родословие Якова. И родословие как раз показано в истории детей Якова. Это его родословие. И в этом родословии мы можем видеть многие такие интересные параллели. Как в истории Якова Бог предсказывает, что старший будет служить меньшему, так мы видим, что во снах Иосифа Бог предсказывает, что старшие будут поклоняться меньшему Иосифу. Формирование характера Иосифа, подобно формированию характера Якова, происходит вне отеческого дома. Мы видим это. Мы также видим, что повторяются такие не совсем простые взаимоотношения между родителями, между отцом и детьми. Мы видим, опять-таки присутствуют любимчики, так же само как Ицхак, он больше любил Исава, так и Яков. Он отдает предпочтение сыну любимой жены и отдает ему предпочтение. Но во всем этом родословии Якова важно смотреть, вот смотря на эти все испытания, которые проходят, приходят на долю Иосифа, то видно то, что этот человек, он идет путем веры. Он следует, не идет на компромисс, он следует правильным путем, путем исполнения Божьей воли, участия в его Божьем плане. И его братья, если мы посмотрим на его братьев, хоть они поступили очень вероломно со своим братом, то можно сказать, что они вступили против Божьего плана, потому что во снах Бог открывал свой план, часть своего плана для них, но они выступили против этого плана. Но все-таки они остаются и странствуют с отцом своим. Они не уходят от отца своего. И я думаю, что все-таки в них была надежда исполнения Божьих обетований, несмотря на их, скажем так, непростые характеры и не очень хорошие поступки. Вы знаете, друзья, что в нашей главу так интересно, вот история о Иосифе, вклинивается история Иуды. Да, вот она просто, вот я когда читал, она как бы кажется, ну вот не совсем к месту, так интересно об Иосифе, и все, тут оп, и вошла эта интересная история. Но история, как раз в контексте того, о чем я говорю, она и показывает, что Иуда принял решение отойти, отойти от отца своего. Он примерно пошел путем своего дяди Исава и взял, подружился с Хананеми, взял жену, Хананьянку, и мы видим, к чему это привело. Это привело к колоссальным проблемам, умирает жена, умирают два сына, которые делали неугодные перед очами Бога. Мы видим, что он практически лишается своего достоинства, атрибутов своего достоинства и чести, это перстня, пояса, посоха. И мы видим, чем все это обернулось. Скажу так, что в нашей главе, конечно, мы можем увидеть, что он понял свои неправильные поступки, потому что, опять-таки, он признал Фомарь праведнее его. В оригинале там написано «праведнее меня». И это говорит о том, что он осознал неправильность своего поступка, и мы знаем, что в перспективе все-таки он возвращается к отцу своего. Он вернулся к своему роду, который должен был сыграть особую часть формирования Божьего народа. И я скажу, что он, Иуда, впоследствии, мы знаем, что в перспективе он стал тем, исчезли, кого произошел Иешуа Машея. Да, он сделал неправильный поступок, но это не повлияло на то, что произошло в перспективе. И мы знаем, что именно от него родился по плоти, от его рода родился по плоти царь Израиля. Царь Израиля Иешуа Машея, спаситель этого мира, родчество которого мы с вами как раз и празднуем сегодня. И, друзья, он пришел, Иешуа, он пришел в этот мир и показал нам как раз пример, как жить, подчинившись Божьей воле, чтобы мы следовали его примеру. И мы знаем, что вот как раз примеры Ветхого Завета, они показывают нам самый главный пример. Это пример жизни Иешуа, пример его служения. И смотря на учение Иешуа, вот уже в Брит Хадаша мы можем видеть, что он никогда не говорил своим ученикам, что они будут обладателями земель, богатств, как говорят, владельцами заводов, газет, пароходов. Этого нет. Он никогда не учил о земных благах, которыми должны обладать его ученики. Наоборот, он учил жизни, чтобы мы жили подобно странникам и пришельцам в этом мире. И вот в Писании, в послании евреям показаны вот как раз примеры жизни верующих людей, верующих в Бога, истории которых мы и изучаем. Вот в нашей главе, там не только показан Иаков, Иосиф, там много других примеров. И написаны такие интересные слова. «Все сии умерли в вере». Это послание к евреям, 11 глава. «Не получив обетований, а только видели, издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не следил за их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Для нас это примеры, как должно жить в вере. Я прочитаю еще один стих из 1 Коринфянам, 7 глава. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо приходит образ мира сего». Сам же Ишуа, Мессия, во время своего земного служения говорил, что жизнь его учеников в этом мире не будет проста. Он говорил, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И в нашей главе показана скорбь, скорбь жизни Иосифа. Согласитесь, я думаю, что никто из нас бы не хотел пройти тем путем, который шел Иосиф. Если посмотреть, мы читаем эти истории, но это были длительные довольно-таки периоды. Это не было день, это не было два, это были года. Это были года, ну представьте на секунду, ты служишь Богу, а тебя ни за что сажают в тюрьму. Ну, и поступают с тобой на всем пути твоего следования за Богом совершенно нехорошо, как это делали с Иосифом. Была ли у них возможность у Иосифа, у Иакова в жизни поступать не так, как они поступали? Я думаю, что была. Бог создал человека со свободной волей. И они сделали выбор, они сделали правильный выбор в сторону Бога. Они сделали выбор следовать Божьим путем. Путем испытаний, скорбей, в которых как раз проходило становление ихнего характера. И в наше время, вы знаете, друзья, очень часто христиан рисуют такими успешными людьми, и совершенно, христианин должен быть совершенно здоровым, он должен быть респектабельным, обязательно состоявшимся, внешне таким успешным человеком. Это присутствие, к сожалению. И о таких понятиях, как благочестие, или, ну, которое приводит к каким-то проблемам, гонениям, ну, говорится все, к сожалению, все меньше и меньше. Ну, это не модно. Это не в духе нынешнего времени. Кого привлечешь? К Богу проблемами, допустим, что ты можешь иметь проблемы, тебе надо сдерживать свои какие-то желания, похоти. Ну, не сильно. В наше время это не сильно интересно. Достаточно более действенно, что мы успешны, мы богаты, мы завоюем, и это интереснее. Но, если мы посмотрим Писание, во 2 Тимофея, 3 главе написаны интересные слова. «Да и желающие жить благочестиво в Ешоа Мессии будут гонимы». «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Злые же люди и обманщики будут преиспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И, друзья, я ни в коем случае не призываю вас искать гонений. Это не мудро. Но я призываю вас искать благочестие. Благочестие, которое, опять-таки, как написано, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Это истинная ценность, друзья. Благочестие, такая жизнь, это истинная ценность. И да поможет нам Господь жить благочестивой жизнью. Жизнью благоговеяния перед Богом, жизнью нетерпимости к греху, жизнью нелюбви к этому миру. И давайте будем передавать эти истинные ценности нашим детям. Истинные ценности, которые должны передаваться с христианами из поколения в поколение. Всегда помнят, что совершил Ешо для нашего спасения на Голгофском Христе. Ему слава во веки веков. Аминь.